Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада, что мы можем сегодня с вами говорить о духовных законах и принципах. Один из них — это сила благословения. И тогда, когда мы видим людей, которые благословлены, и как мы это можем обнаружить? Мы можем видеть успех, мы можем видеть результат, мы можем видеть стабильность успеха, мы можем видеть какое-то постоянное содействие в жизни такого человека, которое внешне вроде бы незаметно, откуда оно приходит в его жизнь, но все дела и все мысли и все решения и все мечты, они начинают хорошо сбываться и происходить в жизни человека плодом и результатом. Да, это не значит, что у человека не бывает трудностей, но то, что называется течь по потоку, а не по смоле. Вот в этом разницу мы, естественно, увидим, мы, естественно, это заметим. И когда начинают люди видеть таких в своем окружении, то думают или называют их, что им повезло, везунчики или еще как-то. Но на самом деле это выбор наш, это выбор каждого человека, кем мы будем на земле живых, как мы себя будем ощущать, как мы будем по ней ходить и что мы в свою жизнь притягиваем. Потому что кто-то говорит, у Бога есть любимчики. Ну, когда-то Иоанн назывался любимым учеником, но он сам это говорил, я любимый ученик. Либо он не называл свое имя, а еще любимый ученик был рядом или там пошел за Христом. Поэтому он говорил о себе, лев даже в третьем лице, но не забывал добавить любимый. Поэтому наши уста, пусть они нас также благословением служат лично для нас и для окружающих людей, но мы с вами сегодня говорим или продолжаем говорить о вершине, которую надо покорить, если это вершина Господня. И посмотрите, когда мы уже с вами просмотрели третий, кто взойдет на гору Господню или кто встанет на Святой горе, и дальше перечислены были условия. Тот, у которого руки не повинны, сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Даже еще, может быть, не поднялся на вершину, на гору Господню, но уже получит благословение от Господа и милость. Поэтому сегодня каждому из нас нужна милость. Посмотрите, милость, она не заслуженный дар. Она приходит в жизнь человека, когда он заслужил что-то другое, заслужил наказание, ему дают милость. И поэтому тот, который начинает для себя понимать, я не хочу войти в посевы, которые совершались в моей жизни, когда я говорил неправильные слова, когда вот как раз нарушал все эти предыдущие условия, когда руки мои полны какой-то вины. Но если начинает человека эти вещи осознавать и говорить об этом с Богом, Господь, прости меня. И вот тут милость приходит такому человеку. Он ее не заслужил, но она дается, она дарится. И поэтому я желаю, чтобы в это время, когда много было сказано негативных слов, много сделано и еще что-то продолжается, но чтобы наши руки, они были не повинны, очищены кровью Христа, чтобы наши уста были наполнены благодарностью и хвалой перед Богом, чтобы милость, она была явлена каждому, кто в этом понуждался и сказал об этом Богу. Потому что мы еще раз с вами можем прочитать, тот получит благословение от Господа, от Господа, то есть от царя царей, от Господа господствующих приходит милость в жизнь такого человека, благословение и милость. Поэтому я хочу благословить и себя и вас на эту позицию, на правильное положение перед Богом. Нам надо покорять Божьи вершины, нам надо совершить дело, которое Бог нам поручил на земле, но для этого необходимо научиться менять гнев на милость за счет покаяния, за счет осознания, что я сам туда подняться не могу, на эту вершину. Мне нужен Господь, мне нужна Его сила, мне нужна Его милость, мне необходимо Его прощения. И вот тогда, когда человек начинает это понимать, а не искать виноватых, тогда и происходят Божьи результаты. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что сейчас так много уже сделано не просто ошибок, а причиненной боли, горечи, проблем. Но мы просим у Тебя милости, мы просим у Тебя прощения на жизнь, как свою, как своего народа, так и тех, кто нас окружает. Я молюсь о том, чтобы Ты удалил всякий гнев, всякое гнилое слово, всякое состояние тяжелого посева и тяжелой жатвы. Поэтому защити страны, города, людей, защити целые рода и семьи. Помоги, Господь, особенно прошу Тебя за молодых людей, которым еще надлежит жизнь прожить на этой земле. Сохрани, Господь, от ошибок, защити от ложных клятв и помоги, Господь, войти под Твою милость, где милость превозносится над судом. И слава Тебе за то, что Ты знаешь, как это сделать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok